Вернулся после паузы чемпионат Украины, и мы готовы рассказать о результатах второго тура. Динамо не удалось обыграть Дисну 0-0, хотя перевес в этом матче был на стороне хозяев поля. Можно вспомнить, что у Динамо за первую часть турнира прошлого сезона до разделения групп было всего лишь три ничи. Это та самая Дисна, которая в первом туре нынешнего сезона поставила на колени Зарю 3-1. В пятом туре ей предстоит сразиться еще и с Шахтером. Отметим важную статистику. Дисна не проигрывает в очных матчах Динамо в четвертой игре подряд. Днепр-1 уступил на своей арене Олимпику 1-3. В чем здесь причина? Команда хозяев поля весь второй тайм была вынуждена играть в меньшинстве. Последний раз подопечные Михаиленко вели себя недисциплинированно еще в феврале, когда вместе с Динамо получили в очной игре по красной карте. Отметим, что днепряне не могут выиграть третью официальную игру к ряду. Колос разгромил Львов перед важной игрой в Еврокубках 4-0. Для команды это стала четвертая домашняя победа подряд, учитывая прошлый сезон. Два мяча провел Владимир Лысенко. Дважды ему ассистировал Никита Кравченко. Безвыигрышная серия Львова достигла уже 14 туров, 8 поражений и 6 ничьих. Минай добыл первые три очка в УПЛ, одолев Александрию с минимальным счетом. Эти клубы сыграли впервые в своей истории между собой. Надо напомнить, что Минай провел первый матч премьеры лиги, так как игра первого тура со Львовом была перенесена. Автором исторического мяча выступил 33-летний Антон Шиндер. Заря минимально проиграла Мариуполю 0-1. Что-то у подопечных Скрипника сломалось. Нужно учесть, что в следующем туре они проведут игру с чемпионом. Вот что интересно, месяц назад клубы провели товарищеский матч, где сильнее оказалась Заря. Дмитрий Топалов принес 3 очка своей команде. В прошлом сезоне на его счету за Мариуполь было 4 мяча. Можно добавить, что клубы провели 31-ю встречу, и Мариуполь в третий раз добыл выездную победу. Лидер турнира после первого тура Ворскла принимала новичка Ингулец, который, внимание, имел 12-матчевую беспроигрышную серию. Но это высшая лига. Здесь Ворскла разобралась с оппонентом. Ингулец впервые с марта проиграл в гостях. Более того, в этом месяце был их последний проигрыш. Второй тур к ряду отмечается Степанюк. Матч между Рухом и Шахтером перенесен. Приблизительно дата игры 23 сентября. Переходим к расписанию. Следующий тур начнется в ближайшую пятницу. Игрой Днепр-1, Мариуполь. Затем в субботу Александрия примет Ворсклу, Ингулец-Десна, Динамо примет Львов. В воскресенье Олимпик минает. Центральный поединок пройдет между Зарёй и Шахтером. И закроют программу тура. Рух и Колос переносов не должно быть. Список лучших бомбардиров и лучших ассистентов. Пять футболистов забили по два мяча. Это Алан Патрик из Шахтера. Кулач и Степанюк оба из Ворсклы. Лысенко из Колоса и Политила из Олимпика. Степанюк из Ворсклы, Калинтвинцев из Десны и Кравченко из Колоса дали по две голевые передачи. В таблице после двух туров лидирует по-прежнему Ворскла. Клуб в зоне группового этапа Лиги Чемпионов. На данный момент это единственная команда, заполучившая максимальный балл. По четыре очка имеют Динамо и Десна. Ряд клубов набрали по три очка. Это Колос, Александрия, Шахтер, Минай, Олимпик и Мариуполь. У Ингульца и Днепра один пункт. Пока без очков остается Рух, Заря и в зоне вылета Львов. Призываю вас еще посмотреть общую таблицу серии А за все время. А кто не знает о Лиге нации и для чего она нужна, у нас вышел соответствующий пояснительный ролик. Услышимся на спортивном.